Краснодар уже давно неофициально стал городом-миллионником. В конце 2017 года в мэрии со ссылкой на УВД озвучили статистику. В Кубанской столице живет более миллиона трехсот тысяч человек. Из них почти половина – это те, кто приехал в Краснодар в последние пять-семь лет. Мы решили устроить культурно-исторический ликбез для новеньких и освежить в памяти старожилов интересные факты о достопримечательностях нашего города. Сегодня речь пойдет о парках и скверах. В фокусе – городской сад и сквер Вишняковский. Обе зеленые зоны серьезно изменились за последние десятилетия. Как отмечают краснодарцы, только в лучшую сторону. Страница истории сегодня перелистывала Яна Узычкина. Этой фотографии около полувека. На ней семья позирует на фоне дуба-великана, который вырос в городском парке. Зима – 2018 год. И фотографии с дубом появляются не только в семейных фотоальбомах, но и на страничках соцсетей. Этому дереву уже более 600 лет. И это, пожалуй, единственное, что не изменилось за последние десятилетия здесь, в городском парке. Парк имени Горького – городской сад. Именно под такими названиями он знаком краснодарцам. Его история начинается в далеком 1846 году. Тогда еще в Екатеринодаре главнокомандующий Кавказским корпусом генерал-фельдмаршал князь Воронцов распорядился, цитирую, «Устроить рассадники деревьев и растений во Владикавказе, Нальчике, Ставрополе и Екатеринодаре». В 1948 году на месте учреждается войсковой сад с питомником. Из Крыма в Екатеринодар вызвали Якова Бикельмейера – иностранного садовника. За шесть лет он превратил лес в целую аллею с редкими тюльпанами, кипарисами и декоративными растениями. Но во время Великой Отечественной войны на месте парка осталось пепелище. Фашисты сожгли летний театр и аттракционы. И все же после этих страшных событий здесь снова заиграла музыка. В послевоенное время выступали симфонические оркестры и певческие хоры. Парк вновь стал культурным центром города. И так по сей день краснодарцы-гости города приходят сюда не только развлечься, но и просто отдохнуть от городской суеты. «30 лет тому назад, какой был парк и сейчас, ну даже нельзя сравнить. Очень много для детей всяких каруселей и развлечений, и вот и концерты здесь устраивают. Ну я не знаю, мне очень нравится. Я уже преклонных лет, я каждый день хожу, гуляю здесь, дышу свежим водом». «Прекрасные впечатления о городском парке. Мы всегда здесь гуляем с детьми, нам здесь нравится. Здесь можно посмотреть на ёлку, посмотреть на природу, белочки гуляют». «Был он в ужасном состоянии, сейчас просто отлично, всё замечательно, всё устраивает, мероприятия, которые здесь проводят». «Ну конечно не таким он был, совсем другим был. Сейчас замечательно. Правнуки пошли, вот я с ними в выходные дни». Пожалуй, главная достопримечательность городского парка – это второе по высоте в России колесо обозрения. Вид отсюда действительно впечатляющий, ведь здесь видно весь Краснодар как на ладони и даже обновлённый Вишняковский сквер. Ранее он назывался «сквер имени Ленина». Оно и понятно. Здесь был установлен один из первых краснодарских памятников вождю пролетариата. Его возвели на деньги трудящихся. Мога устраивали новый сквер, комсомольцы ЖД «Узла» и масло-жир комбината. Выходили на субботники, высаживали цветы и деревья. Позже горожане стали называть его сквер «Вишняковский», потому что находится он как раз по улице, которая носит имя кубанской революционерки. Официальное название «Вишняковский» скверу присвоили в 2013 году по решению городской думы. В прошлом году сквер получил новую жизнь. Его благоустраивали по федеральной программе. Этот сквер был заброшен. Это особенно происходило уже в 90-е годы. И он так был забит, даже он был загорожен. Мы думали, где же наш любимый сквер. Здесь были посажены деревья, которые сейчас остались. Они, правда, хорошо обрезаны. Я давно в этом парке не была, а сейчас я пришла, на самом деле видно, насколько сейчас все здесь облагорожено. Две старейшие достопримечательности находятся на расстоянии нескольких остановок общественного транспорта. Чтобы побывать в них, достаточно выделить всего лишь один день, чтобы насладиться чистым воздухом и природой. Яна Бузычкина, Олег Поддубный, Наталья Пилипко. Телекомпания «Краснодар». Телекомпания «Краснодар».